Сегодня я расскажу об инструментах продвижения вашего бизнеса с помощью видео. Это вторая часть видеороликов об инструментах видеомаркетинга. Если хотите узнать о первых шести, то жмите ссылку в описании. Меня зовут Михаил Саваев, я основатель проекта по видеомаркетингу на виду. Мы занимаемся упаковкой бизнеса с помощью серии видеороликов и продвижением его в ютубе. Вы наверняка знаете, что видео можно использовать на разных рекламных площадках. И если вы хотите научиться использовать видео максимально эффективно, выжимать из него все, то смотрите это видео до конца. Видео-посев. Если у вас есть хотя бы один видеоролик, задача показать его на максимальном количестве рекламных площадок. Можно делать это вручную, в социальных сетях, тематических сайтах или использовать автоматизированные сервисы. Это может быть будет подороже, но сразу можно прогнать видеоролик на разных рекламных площадках и посмотреть выхлоп. Смотрит ли, согревается аудитория, есть ли трафик на сайте, есть ли заявки и переходы. Видео-обзоры как отдельный тип жанра видео. Если у вас есть определенный продукт, создавая видео-обзоры, рассказывая его в свойствах, вы тем самым уже продаете автоматизировано. Выкладываете такой видеоролик в YouTube, в социальные сети, делаете отдельные страницы продуктов и помещаете видеоролик туда. Вы можете сделать так, чтобы этот обзор, если его правильно соптимизируете, может попасть в обзоры Яндекс.Маркета. И также помните, что длина обзоров должна быть максимально около 3-5 минут. Если же обзор дольше, то надо его разбивать на несколько частей и помещать в один плейлист. Видео FAQ или видео часто задаваемые вопросы. Создайте раздел на сайте, если у вас нет часто задаваемых вопросов. Определите какие-то вопросы вам задают клиенты реально. И запишите видеоролики, как ответы на них. Лучше всего может быть даже от владельца бизнеса, который лучше разбирается в теме. Таким образом, вы уже экономите время менеджеров. И человек, зайдя в этот раздел, может узнать какие-то основные моменты о продукте. Вариант посложнее, если вы пропишите возражения клиентов. Даже не часто задаваемые вопросы, а возражения. И сделаете видео, как ответы на эти возражения. И адаптируете его под часто задаваемые вопросы под этот раздел. Это будет вообще идеально. Видеоинструкции. Скорее всего, это относится больше к клиентам, которые уже купили вашу услугу. Вы рассказываете о том, как пользоваться вашим продуктом. Как не ошибаться, как не наступить на грабли. А как максимально эффективно им пользоваться. Таким образом, вы показываете заботу о клиенте. И вы можете в конце этих инструкций допродавать какие-то другие ваши товары. А также эти инструкции для ваших сотрудников отдела продаж также подсказывают, какие моменты, какие подводные камни и свойства товара есть, чтобы они это использовали в тех же продажах. Не часто задумываются, что когда ищут претендента на работу, это тоже своеобразная продажа. Некоторые даже делают отдельные лендинги, где продают работу в их компании. И дополнением приятным будет видеоролик, который расскажет о тех преимуществах, которые получит сотрудник, если придет работать в эту компанию. И это очень здорово, можно тоже упаковать в видео. Welcome цепочка, серия писем, например, в e-mail маркетинге или сейчас делают такие рассылки во Вконтакте. Тоже используйте в них видеоролики. Оставляйте, например, в письме на e-mail. Приходит письмо, и там есть превью видеоролика с кнопочкой play. Ну, то есть, видно, что это видеоролик. Интересно нажать, посмотреть, да? Или оставляем просто ссылочки на видеоролики и прорабатываем цепочки и отсылаем их определенным сегментам аудитории. Ну, или делаем вначале хотя бы основную welcome цепочку. Видео также можно использовать в оффлайне. То есть, в торговых центрах, на конференциях, на улице. Это могут быть маленькие мониторчики, это могут быть гигантские во всю стену экраны. Это могут быть, мы часто встречаем колонна, и вокруг него, прям колонна, на нем видео по кругу идет. И необычные форматы или форматы в нужном месте, с нужным сообщением, тематически подходящие тем людям, например, на конференциях, могут тоже доносить определенные смыслы. Или вы проводите на выставке, проводите выставку, можете это видео показать. Поэтому задумайтесь о том, как можно использовать также оффлайн пространство, какое сообщение и в каком формате. Не забудем и о традиционной рекламе на телевидении. Просто мы не будем задумываться о топовых каналах и гигантских бюджетах. А то, если у вас уже есть сформированный, достаточно такой раскрученный бренд, вы хотите поддержать это продвижение, то вы можете задуматься о каких-то, может быть, тематических, менее известных каналах, может быть, интернет-каналах, может быть, это канал о стройке, тот же Бобер, например, или канал о рецептах кухни, или еще о других тематиках, сад и огород. И поэтому задумайтесь о том, какие каналы есть, и, возможно, вам эта реклама охватная очень даже и подойдет. Последний инструмент на сегодня – это видеопредложение. Это относится к отделу продаж. Например, клиент оставляет заявку, менеджер узнал о потребностях и скидывает предложение. Но скидывает его не текстом, а записывает, например, видео с экрана, где он сидит на сайте у клиента и рассказывает, мы можем вам помочь вот с этим направлением, вот с этим, а вот здесь на сайте вам можно там что-то исправить. И также показывает сразу какие-то кейсы, прямо записывая на экране своего монитора компьютера. Это предложение очень индивидуальное. Мы это несколько раз тестировали, клиентам очень нравилось, очень заходило и согревало, в том числе через холодные звонки. Но единственное, это довольно трудозатратно, поэтому стоит применять к тем клиентам, которые прям вот чувствуете ваши. Вот стоит на них вложить больше сил. Вы узнали о 15 инструментах привлечения и удержания клиентов. Очень неприятно, потому что мы пробежались по ним очень поверхностно. Такое видео ни о чем, но мне скорее хотелось бы, чтобы его использовали как чек-лист, чтобы просто вспомнить, какие есть возможности и уже за них хвататься или смотреть видео статьи о них более подробнее. У нас уже многие темы есть, вы можете их увидеть на нашем блоге, влоге. И мы постараемся максимально подробно рассказать об этих всех инструментах. И в следующем видео расскажем, есть путь клиента, который начинается с первых касаний, заявка, продажа, исполнение обязательств, допродажа и так далее. И мы расскажем о точках касания более подробно, где мы можем видео показывать клиенту, чтобы его двигать на следующий этап. Так что подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу. Будьте на виду!